Кто такой друг? И что такое дружба? Мне всегда казалось, что друг это человек, который в любое время дня и ночи готов прийти тебе на помощь, которому всегда можно позвонить, постучаться в двери, который поможет, подскажет, окажется рядом в нужный момент. Ну и, собственно говоря, ты тоже относительно него так же поступаешь. И дальше сегодня тема поднялась почему? Про друга и про дружбу. Потому что я за предыдущие несколько дней столкнулся с такой интересной ситуацией. Я начал... У меня есть некое количество друзей в фейсбуке. Я стал добавлять их в свою группу, которую создал. Как я рассуждал? Если человек находится у меня в друзьях, то когда я его приглашаю в группу, он смотрит. Его тема не его. Если не его, он просто берет и не отвечает на мое добавление. Он раз... Отсоединится от группы. Все. Легко и просто. И вдруг начались необычные проявления моих друзей. Сначала мне кто-то написал крупными буквами предложение, состоящее из одних матерных слов, заканчиваясь тем, что я великий спамщик. Затем мне пришло несколько сообщений в личные... В личные сообщения пришли возмущения, что я такой-сякой розетки. Дорогие мои друзья, я никого и нисколько не хотел обидеть. Я реально думал, что друг это человек, который тебя всегда и во всем понимает. Хорошо. Я пошел дальше. И я тогда начал смотреть. У меня есть сколько-то неотвеченных запросов на дружбу. Я подумал, так, прежде чем я сейчас буду людей этих добавлять, я их не знаю, я им напишу вопрос. И я им стал писать. Здравствуйте, стучитесь в друзья, мы с вами знакомы. С какой целью... Что... 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 Вам... Что вас подвигло на то, чтобы добавиться ко мне в друзья? И случилось удивительное для меня. Люди, которые стучались ко мне в друзья, они мне, прочитав мои сообщения, просто не стали на них отвечать. Зачем? Мы стучимся к кому-то в друзья. Или те, кто находятся у меня в друзьях. Я им стал... Смотрю, человек. Я не помню, где и когда мы с ним встречались. И никакой переписки нет. Он просто у меня в друзьях. Я ему пишу. Здравствуйте, Михаил. Доброго дня. Мы с вами друзья уже несколько лет. Как, почему мы знакомы с вами, не знакомы. Чем мы с вами можем быть друг другу интересны. И опять человек прочитывает сообщение и тишина в ответ. Ребят, зачем мы добавляемся в друзья? Зачем мы вот настолько уже попали в иллюзию вот этих социальных сетей и полностью изменили понимание друг? Вспомнил одну такую ситуацию, да, как-то давно еще в ВКонтакте, когда ко мне человек стучался в друзья. Я ему как раз вот и написал, с какой целью стучитесь в друзья. Он мне так очень грубо ответил. Ты что, типа, тупой что ли, не понимаешь? Сейчас, чем больше количество друзей, тем лучше. Я просто добавляюсь. Я там даже твою страничку не смотрел и не знаю вообще про твои интересы. Меня тогда это очень удивило. Но я сказал человеку, что как-то, в общем, я по-другому отношусь к дружбе. Может быть, я отстаю от прогресса. Может быть, в этом мире что-то изменилось. Но я останусь закостенелым в своем понимании дружбы. Друг для меня это человек, который меня всегда и во всем поймет. Примет, не осудит. Ну, если что, толкнет локтем, чего-то там поворчит, подскажет, посоветует, порекомендует. И мы всегда найдем с ним точки соприкосновения. И мы в нашей коммуникации всегда найдем, как настоящие друзья, возможность обо всем договориться мирными путями. И останемся всегда, не смотря ни на что, в состоянии любви друг к другу.